Гранты принесли свои плоды. В прошлом году агрономы установили теплицы благодаря поддержке Минсельхоза Республики, а в этом уже собирают первый урожай. Пока только помидоры, но в планах расширять ассортимент. Галина Григориан пообщалась с сельхозпроизводителями и узнавала секреты овощного производства. Сорт называется мамуза. Казбек Бязеров знает каждый саженец в своей теплице. За каждым ухаживает лично и может определить самые вкусные помидоры. За качество тоже отвечает. Еще год назад, когда решил построить тепличное хозяйство, задумал полностью экологически чистую продукцию. Мы же как для народа и для себя, мы решили, что без химии. Хотя нам утверждали, что нельзя без химии, мы вот добились такого, что, видишь, выросли помидоры без химии. Крапивой делаем 10 дней отстаивать, а потом добавляем 1 к 10 и все. Вот вся секрет вот этого. В селе Нисунжа самая большая теплица в пригородном районе. Казбек и его брат Эльбрус Рубаев выиграли грант от Министерства сельского хозяйства. Построили сразу две теплицы. Первыми посадили томаты. Но на этом не планируют останавливаться. Уже ищут землю, чтобы выращивать огурцы и зелень. В профильном ведомстве рассказывают, что поддерживают агрономов. Таких теплиц у нас в районе 8. Это вот в разных населенных пунктах. Ну, один, двое вот здесь вот. Бязеров и Рубаев. Конечно, они много труда вложили в эту теплицу. Всю душу, можно сказать. Тем более, они создали рабочие места. Когда идет высадка рассады, они привлекают там соседей, знакомых. Они помогают. И на уборке урожая тоже они привлекают людей. Казбек Рубаев рад каждому постоянному покупателю. Говорит, тот, кто попробует экологически чистый продукт, уже не сможет есть другие. Мечтает о небольшом магазине, где будут такие же полезные фрукты, овощи и мясо. И упорно работает, чтобы достичь своей цели. Галина Григориан, Давид Беттиев. Новости Осетии.